Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня продолжаем ежедневный разговор о том, что ждет нас в ближайшей, а может быть и не очень, в отдаленной перспективе. Что ждут, а что ждет, какие события, точнее, будут определять движения на финансовых площадках. Сегодня традиционно обсуждаем эту историю. И в гостях, представляю сегодняшних гостей, сегодня в гостях у меня Михаил Молодов, директор департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. И, видимо, на подходе уже Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания, промсвязь банков. В студии его пока еще нет, но мы традиционно ждем его с нетерпением. Потом, когда придет, будет отдуваться за двоих. Это нормально. Ну что ж, тема ежедневная, тема традиционная. И, соответственно, также традиционно я нарисую картину маслом, что происходит сейчас в Москве 18.04. Ну, Миша грустный, да, тоже зашел. На вопрос, как дела, отвечал никак. И, по большому счету, так оно и есть. Как дела на финансовых рынках? Да никак. Ну, надо ли напомнить о том, что сегодня Америка опять не торгуется по известным причинам. Поэтому скучно. Наши ребята, да, видимо, по этой причине тоже ведут себя индифферентно практически. Ну, правда, находятся и ММВБ, и РТС ниже цены вчера с него закрытия. Но такие движения, даже движениями-то их сложно назвать. Все остальное примерно так же выглядит. Вот нефть марки Brent в районе 108.80 за баррель. Ну, и практически рядом со вчерашними ценами. В общем, золото 1712. Опять-таки болтается оно вокруг некого узкого диапазона. Евро-доллар сегодня стучался в 1.29. Кстати, отскочил. Вчера три раза он подходил к 1.29 сверху, отскочил. Сегодня вот 1.29.70 уже торгуется. Кстати, ну, это опять традиционно, наверное, движение на валютном рынке. Это единственное движение, ну, которое вот в такие аморфные времена мы можем видеть. Да и то на мелких таймфреймах, как говорят. Ну, и основной набор голубых наших голубых фишек выглядит тоже скучным. Хотя вот я отметил бы, вот сейчас я смотрю, в моменте Газпром сегодня на 2% упал. 147 с полтиной стоит сейчас одна бумажка обыкновенная. Также в лидерах снижения, да, АвтоА, АвтоВАЗ, Аэрофлот по проценту потеряли они. И Роснефть. Ну, я предполагаю, на какой идее он продолжает, да. Восходящее движение 233, а текущая котировка, ну, в любом случае, более квалифицированно об этом расскажут сегодняшние гости. Вот такая вот картина маслом. Еще раз повторю. Скучно. Скучно, но, тем не менее, есть о чем поговорить. И еще раз я напомню, к нам, к нашей аудитории, к аудитории слушателей программы «Сухой остаток» подключилась достаточно большая часть друзей Финама. Так я назову, к слову, клиент, как-то уж очень официально. Друзей Финама, они имеют возможность в прямом эфире смотреть нашу программу. Для этого на сайте финам.ру есть специальная ссылка. И, соответственно, большое количество вопросов от них мы сегодня будем с вами видеть. Вот, кстати, один из них сразу, Миш, если не возражаешь, один из наших зрителей, наверное, правильно так будет сказать, поделился своим мнением по поводу «Газпрома». Вот я озвучил его сегодняшнее падение, такое достаточно серьезное. И вот такая фраза. Из «Газпрома» наконец-то кукол вышел сегодня. Ну, для непосвященных слова «кукол» достаточно распространенный сленг. Да, кукол, кукловод, ну или там кто-то большой, крупный, который действительно может создать некое движение в краткосрочной перспективе. Миш, прокомментируй на самом деле, так ли это или, по твоему мнению, что-то другое произошло сегодня с «Газпромом». Что касается «Газпрома», то мы сегодня видим рекордные обороты по этой бумаге. Прежде всего, я не стал бы говорить, что там вышел кукол или вошел кукол. Прежде всего «Газпром» падает после совета директоров, где было объявлено, что инвестиционная программа «Газпрома» в очередной раз увеличивается. И на 2012 год она составляет почти что триллион рублей, то есть где-то 974 миллиарда рублей. Соответственно, учитывая, что повышение произошло еще на 200 миллиардов рублей, то инвесторы, естественно, это восприняли в нормальных случаях. Как и всегда, это негативно, потому что, прежде всего, данные программы, они бьют по инвесторам, потому что сейчас при текущей цене «Газпрома», наверное, инвесторы, если смотрят на график, видно, что «Газпром» — это фактически одна из слабейших бумаг нашего рынка. Но среди голубых фишек она самая слабая. Такое слышать, извини, я тебя перебью, конечно, такое слышать, просто я никогда не думал, что доживу до такого момента, когда слышу «Газпром» — самая слабая бумага, боже мой! Да, ну вот мы, к сожалению, дожили до таких времен, что у нас «Газпром» действительно продолжает на протяжении, наверное, последних двух лет быть самой слабой бумагой. Ну и последнее событие, оно такое предпоследний гвоздь в крышку гроба, да, на веру инвесторов в эту бумагу, потому что большинство, несмотря на то, что капитализация «Газпрома», она, собственно говоря, только снижается в последнее время, рассчитывали на дивиденды. Я так понимаю, вот эти расчеты на дивиденды, они сейчас также не оправдываются, потому что, учитывая повышение программы, инвест-программы на 2012 год, еще на 200 миллиардов, говорит о том, что, скорее всего... На дивиденды денег не хватит. Да, на дивиденды, как всегда, у наших полугосударственных предприятий не хватит денег, и инвесторы получат не текущий, который они получили, там, за расчет приблизительно 45 миллиардов долларов, прибыли чисто «Газпрома», соответственно, где-то 6 процентов годовых при текущей цене котировки, то они получат, может быть, максимум, там, сейчас 2 процента. Ну, вот сами судите, насколько привлекательна бумага при текущей капитализации, соответственно, и текущей дивидендной доходности. Беда, беда. А ты вообще как думаешь, эта идея еще продолжит толкать вниз? Да, просто на самом деле, конечно же, есть уровень 150, и, естественно, что чисто по технике явно было видно, что хотели этот уровень проколоть, а не прокололи. Я не думаю, что «Газпром» будет сейчас падать, скорее всего, это новость одного, ну, максимум, двух дней, потому что, если смотреть в целом на эту бумагу, то, если инвесторы не знают, то «Газпром» торгуется с 3 процента, ну, так для тот, кто не в сведении, и 3 процента – это самая дешевая компания в нефтегазовом секторе. Ну, если мы берем какие-то фундаментальные составляющие. Ну, вот эти, соответственно, различные решения Совета директоров, они даже, несмотря на то, что «Газпром» – самая дешевая в мире компания, она фактически самая непривлекательная в мире компания, потому что опять, фактически, получается, что дивидендов не будет, ну, и, соответственно, возрастание вот этих различных операционных издержек, расходов, увеличение инвест-программы, они, естественно, говорят инвесторам, что как-то перспектив они пока там не видят. Я надеюсь, что все-таки все поменяется в лучшую сторону. А с чем связаны, кстати, эти надежды? Потому что ребята, которые стоят у руля, да, они вот как-то иначе рассуждают, чем… Ну, просто я иногда слышу рекламу «Газпрома», уж извините, что это достояние республики. Это наше все, это наше все, конечно. Поэтому я все-таки думаю, что и тогда то, что они показывают по рекламе… Разум возобладает. Разум возобладает, да. Ну, все-таки, действительно, если смотреть на фундаментальные показатели и отбросить какие-то негативные моменты, «Газпром» является дешевой компанией, фактически, получается, торгуется на свои три прибыли. И это действительно дешево. И если, опять же, мы рассматриваем портфель какой-то долгосрочный, то, наверное, года на три «Газпром» процентов 5-10 от портфеля. Для долгосрочных инвесторов, я понимаю, что сейчас меня многие не поймут, потому что такой класс, он фактически за два года… Подожди, мы об этом отдельно поговорим. Мне понравилась эта фраза. Процентов 5-10 от портфеля «Акция «Газпрома»» мне кажется, все-таки необходимо держать. С точки зрения, что я надеюсь, что улучшения к лучшему, они произойдут, по крайней мере, хотя бы к концу года. Ну, дай бог. Дай бог, потому что, действительно, ну, все уходит земля из-под ног. «Газпром» — наше все. А что происходит с «Газпромом», даже не поддается никаким описаниям. Ну, ладно. Давайте-то отойдем мы немножко от конкретики. Хотя отвечали мы на вопрос, как вы понимаете. И займемся, ну, первым делом, да, в нашем ежедневном эфире поговорим о том, что происходит в целом на финансовых площадках. И, наверное, есть смысл упомянуть о том, что, значит, да, вот в Америке второй день закрытия, соответственно, закрыты площадки, да, закрытые биржи. Соответственно, ну, пока планируется открытие завтра, хотя тоже непонятно, да, что там с этим тайфуном, уже жертвы, к сожалению, да, в средствах массовой информации мы наблюдаем эту реакцию. Так вот, Миша, скажи мне, пожалуйста, даже если предположить, что завтра Америка откроется, насколько неожиданным будет это открытие или, может быть, ожидаемым наоборот? Да, сейчас многие задаются вопросом, откроются, не откроются. В принципе, то, что произошло в Америке, мы видим, ну, наверное, я бы здесь два момента. Первый – это впервые за сто лет американские биржи не торговались два дня. Подряд. Да, подряд. Это впервые за сто лет. Я согласен. Ну, естественно, что тайфуны, различные штормы, ураганы там проходят каждый год, это сезон сегодня, точнее, этот период сезон ураганов. Но, естественно, что Нью-Йорк это не затрагивало, всегда проходила стороной, сейчас это затронуло, это негативно, конечно. Миша, Миша, очень интересно, вот об этом подробнее мы разговариваем. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ в исполнении Насти Юрьевой. Итак, друзья мои, продолжаем. Продолжаем наш разговор на Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, обсуждаем текущую ситуацию на мировых финансовых площадках. Что ждать в дальнейшем? Сегодня в гостях у меня Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Собственно, Андрей Павленко по какой-то причине сегодня не сможет прийти к нам на эфир. Ну, мы будем справляться вдвоем с Мишей. Я просто к тому, что он настроен несколько пессимистично. И я чуть позже попрошу его свою точку зрения озвучить в отношении тех самых инвесторов как класса. Инвесторы как класс. Ну что ж, у нас, кстати, есть телефонный звонок. Давай сразу отвечим, чтобы не мучить человека ожиданием. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Добрый. Скажите, такой вопрос. Есть информация, что если Америка не откроется завтра, что вроде как какие-то хедж-фонды не смогут закрыть месяц. Вот можете эту тему раскрыть? Что это значит? Какие-то хедж-фонды выигрышной ситуации, которая не на американском рынке. Или что? Почему? Ну и откроются после завтра. Или вообще в конце недели. Ну и будут цены какие-то. И закроются. В чем здесь нервозность? Фишка. Да, нервозность. В чем? Какие-то хедж-фонды или еще какие-то фонды? Как вот, если можете рассказать. Я понял. Спасибо. Спасибо, Владимир. Миша, понятен вопрос? Я так понимаю, идея какая? Что конец месяца, да, если биржа не будет работать, то кто-то там что-то хочет закрыть, надо распродать. Ну хедж-фонд это или не хедж? Я думаю, что хедж-фонд в этом случае интересен нам почему? Потому что у него большие объемы. Если кто-то продал, а он не продал, то и вот начинаются неожиданности. Ну да, обычно хедж-фонды, они все-таки пытаются как-то хеджировать свои позиции. И поэтому мы видим, что, собственно говоря, за счет хеджа вполне возможно ничего существенного там не произойдет. Я не думаю, что конец месяца как-то повлияет на их деятельность. Прежде всего с тем, что это все-таки не конец года, это не конец квартала. Поэтому это всего лишь конец месяца. И тот, кто работает, допустим, в хедж-фондах, тот, кто работает в управляющих компаниях, они понимают, что конец именно месяца, он, собственно говоря, он просто переоценит их позиции, которые у него есть на текущий момент. Хедж-фонд один из институциональных, так называемых, игроков. То есть крупный капитал, они не перепрессионируются слишком часто. Конечно, это не те деньги, которые меняют позицию раз в месяц. Конечно, это мы спекулянты внутри дня, там по 10 позиций вверх, по 10 вниз, открыли-закрыли. А ребята сидят долго в позициях-то, поэтому тут, наверное, эта опасность преувеличена. Но, тем не менее, давай вернемся вот к истории. Во-первых, я с тобой согласен, это беспрецедентный случай, когда американцы закрыты два дня подряд. Потому что, действительно, каждый год есть сезон тайфунов, и они оказывают какое-то влияние обязательно, т-т-ты. Но здесь вот с чем-то это связано дополнительно, наверное, да, Миш? Да нет, к сожалению, действительно, природные явления, они берут свое. Природа, точнее, берет свое. Да-да-да, она мстит, кстати, она мститна. Да, рада или поздно природа свою забирает. Но если смотреть на рынки, ничего существенного не произойдет. Я думаю, что откроется. Откроется, может быть, с небольшим минусом, если смотреть на фьючерсы американские. Мы видим, что да... Вот смотри, как раз вопрос, да? Как думаете, после открытия полноценных торгов в Штатах, как низко упадет CP? Ну, я думаю, что вариант упасть у него есть ниже 1400 для того, чтобы протестировать этот уровень. По фьючерсам сегодня утром мы уже его протестировали вниз. Я думаю, что именно протестировать есть возможность. Но потом все откупят. И думаю, что какого-то сильного падения ожидать не стоит. Даже несмотря на то, что действительно трагедия в Америке произошла. Ну, я считаю, что масштаб вот этой трагедии, они все-таки более-менее в пределах разумного. И, соответственно, это не очень сильно отразится на экономике США. Ну, вот я, тем не менее, свой вопрос еще попытаюсь, ну, если позволишь, перефразировать. Вот то, что американцы решили закрыться все-таки от греха подальше, не связано с близостью выборов. Мало ли, что. Знаете, кто считает так, это все из теории заговора. Во-первых, я бы хотел сказать, как бы господа трейдеры, управляющие бы доехали до своего места работы, когда там невозможно было ни на метро, ни на машине доехать туда просто вообще никак. Соответственно, понятно, что можно в удаленке торговать. Ну, это несерьезно, и поэтому я думаю, что американские власти, биржи совершенно правильно приняли решение для приостановки торгов, потому что масштабы, допустим, катастрофы, они могли быть намного существенно хуже, и, собственно говоря, жизни людей дороже. Так что все сделано правильно. И для фондовых рынков после уже фактически завершения урагана, я думаю, что сильно негативно это не отразится, как я вот уже говорил. Я понял. Ну, то есть, здесь основная тема то, что в Нью-Йорке, да, Нью-Йорк накрыло, а, собственно, все биржи-то там у нас основные, правильно? Да, да. Поэтому решили и перстраховаться. Ну, что ж, убедительно, убедительно. Значит, сейчас есть вопрос, ну, по крайней мере, в догонку, да? Уважаемые гости, ну, в данном случае, Миша, к тебе. При выплате дивидендов и при прибыльности позиций с акционеров держится налог каждый год. Хотя бы часть этих денег поступить на нашу накопительную... А, ну, это крик души, это не вопрос. На нашу накопительную часть пенсии. Ведь это тоже работа, связанная с нервами и потерей здоровья. Я бы сказал, даже что-то есть в этом героическое. Юрий, молодец. Не каждый доживет на этом рынке до светлого будущего. Спасибо. Ну, еще раз повторю, это крик души. Я во многом согласен с Юрией, это работа героическая, действительно. Но ты как считаешь, есть смысл, вот, допустим, часть денег, которые мы уплачиваем в виде налогов на прибыль, да? Накопительную часть пенсии, например, отправлять? Я думаю, что так и возможно есть. Ну, во-первых, здесь, наверное, это сложно. Вопрос, честно вам скажу, потому что... Ну, это немножко не в тему, я с тобой соглашусь, конечно. Да, думать о пенсии. Ну, понятно, что если вам там уже, не знаю, там 50 чем-то, вы об этом думаете. Ну, мне кажется, все-таки рассчитывать на государственную премию не стоит. И мы видим, что, судя по всему, все-таки различные, не лучшие варианты для пенсионеров будут приняты, потому что ничего другого не остается у нашего государства. Это да. Может быть, там на протяжении, там, трех, четырех, пяти лет. Поэтому я думаю, что все-таки не стоит рассчитывать на пенсии. И, наверное, стоит рассчитывать прежде всего на себя. Логично, логично. Согласен с тобой. Так, хорошо. Ну, ладно, мы обсудили, да, возможные риски в связи с ураганом, в связи с открытием Америки. Миша не видит особых рисков, и он прав, собственно, в этом деле. Если не возражаешь, давай вернемся к твоему тезису по поводу того, что инвестор отмирает как класс. Что это означает? Расскажи, пожалуйста. Это касается именно российского фондового рынка, но по большей части. Почему я это говорю? Потому что, наверное, можно посмотреть различные... Кого я считаю инвесторов? Естественно, что инвесторов я считаю тех людей, которые купили, допустим, акции, держат их более года. Соответственно, я инвесторов считаю управляющие компании, которые вкладывают деньги в акции, в облигации, различные валюты, и мы видим, что идет отток от у нас боевых фондов. Это, к сожалению, как раз вот эти долгие деньги, а рынки не могут нормально торговаться, если нет там долгосрочных денег. Инвесторы, которые, наверное, сидели год, полтора, даже два, они тоже фактически распродают позиции, наверное, выводят деньги на какие-то другие цели, потому что класс инвесторов устал, наверное, ждать какого-то счастья от нашего рынка, потому что мы видим, что счастья нет, дивиденды, опять же, вроде как, пытались их установить на более-менее разумном уровне, но мы видим, что после истории с Газпромом сегодняшней, что все это опять сходит на нет, ну и, соответственно, класс инвесторов, к сожалению, сходит на нет, и это очень печально, потому что надо сказать, что на протяжении 10 лет как раз инвесторы, они только вот появлялись, они накапливались. Сейчас что мы видим? Мы не видим объемов торгов, и, соответственно, мы видим спекулянтов, которые крутят туда-сюда деньги, но это не тот класс инвесторов, который может действительно сдвинуть наш фондовый рынок с мертвой точки. Нам нужны инвесторы, долгие деньги, а долгих денег, увы, фактически становится все меньше и меньше. Ну и ты действительно так пессимистично настроен? Я пессимистично настроен именно исходя из реалий, которые сейчас есть, потому что, видим, действительно, два года наш рынок смотрится очень плохо. Кстати говоря, я вам скажу вот так, вот, может быть, кто-то не знает, может кого-то обратно, кого-то огорчу, наш фондовый рынок, если брать большинство более-менее крупных, развитых и развивающихся рынков, наш рынок по коэффициенту ПИ торгуется в два раза дешевле фактически всех рынков. То есть я имею в виду китайского, бразильского, европейских, американских рынков в два раза дешевле. То есть если инвесторы с ПИ 5%, потому что у всех остальных ПИ выше 10%, если инвесторы с ПИ 5% не готовы покупать наш рынок, это говорит о том, что, собственно говоря, они просто в него не верят. И это очень негативно. При этом, опять-таки, надо сказать, что, ну, если ты рядом поставил Китай, например, Россию, и тот развивающий, и этот развивающий, ну, там некая специфика, может быть, и есть, правильно? Но, тем не менее, в Китае идут деньги, а в России не идут. Да, если вот брать последний приток капитала, мы очень увидели забавную картину, что в Китае почти пришел, если не ошибаюсь, за неделю миллиард от фондов ЕПФР, миллиард долларов, а, соответственно, в Россию ушло, там, что-то порядка 30 миллионов долларов. То есть мы видим, что деньги даже спекулятивные, именно касаемо иностранных инвесторов, они тоже сюда не идут. Беда. Так, у нас есть вопрос от слушателя, давай мы на него ответим. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, это я? Да, это вы. Да, это Сергей. Я как раз вот как раз из той серии инвестор, который ушел. У меня достаточно, ну, достаточная сумма была, я ушел. Потому что, смотрите, с точки зрения вложения в акции, фундаментала полностью стал инсайдерский рынок, достаточно смотреть на электриков и на Газпром. Полностью, то есть вообще. С точки зрения, как вы говорите, дивидендной истории, вообще смех. Потому что, извините, какие 2, 3, 5 процентов, когда банки первой десятки дают депозит 10-12. Согласен, согласен. Понимаете? То есть, я не говорю про второй, третий эшелон, там тоже инсайд, там надо разбираться, все. То есть, вот я инвестор, я ушел больше, я не вижу. Потому что досталось посмотреть на электрику, чтобы закрыть глаза с криками вай-вай-вай-вай-вай-вай, бежать с этого рынка. Сереж, Сереж, а вы как давно позакрывали это все? Как давно? В начале года. В начале года? Я, честно говоря, на этом рынке почти 20 лет, не будем говорить еще про црубы, про все эти, про российские. Да, потому что, просто, так сказать, либо надо сидеть тупо интродейд, ну, как, это тоже действительно, там, как бы, там, какой-нибудь хваленого робота покупать. Ну, это другая история, да, конечно. Да, да, фундаментала нет, нет фундаментала. Полностью, вот, готовишь на «Газпром» посмотреть, ведь еще день назад он был прекрасно рассматривался фундаментально, вышла новость и все, понимаете? А дивидендные истории, даже их, да, понятно, в Америке у них дивиденды в два, а то и в три раза выше депозита, да, это есть. Ну, и не сравнивать, да, к сожалению, не сравнивать. Да, а если бы я пришел с Бирбанка, разместил свои средства по 10%. Сереж, спасибо, спасибо огромное, у нас новости сейчас, спасибо вам, до свидания. Слушаем новости на «Финам.ФМ». Итак, друзья мои, продолжаем в прямом эфире разговор о ситуации на финансовых площадках. На «Финам.ФМ.Сухой Остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях у меня Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Ну, и, собственно, основная идея та, что Америка по известным причинам закрыта, учитывая это второй день. Особой динамики на площадках нет, ну, хотя особой, может быть, особой динамики не было и до этого. А сейчас совсем скучно и, на самом деле, еще один важный момент, который вот Миша обозначил. И слушатель Сергей буквально перед новостями подтвердил эту мысль. Ну, пример яркий такой привел, что действительно фондовый рынок Российской Федерации... Мне не хочется говорить, да, не хочется ставить печальных диагнозов, но он плоховато себя чувствует, если не сказать больше. Плоховато. Ну, дай бог, конечно, все будем надеяться на лучшее, поддержат нас только... Только деньги нас поддержат, крупный капитал, который, конечно же, придет на российский рынок. Я в это верю. Дай бог, надо создать условия для этого какие-то. Ладно, отойдем от него немножко в сторону, отвернемся в сторону от российского рынка. Хотя есть вопросы по нему, к ним мы там попозже вернемся. Давайте поговорим о событиях, все же, во всем мире, потому что события, несмотря на то, о чем мы уже говорили, происходят, да, какие-то шевеления в Европе, ну, связанные с европейским кризисом. Посмотрим в Азию. Сегодня одно из ключевых событий в Японии, ну, с точки зрения календаря, это заседание комитета по ставкам и заявление последующие монетарных властей, которые продолжили программу количественного расширения, смягчения, там, по-моему, 10 триллионов иен еще они обещали влить в экономику. На этом надо сказать, иена японская укрепилась серьезно, ну, серьезно-несерьезно, порядка фигуры она прошла, и сейчас тенденция-то продолжается, хотя мы недели две как до этой новости видели противоположную историю. В связи с этим вопрос, да, ну, и, Миша, я попрошу тебя сейчас прокомментировать, почему, как и что, и вопрос от нашего слушателя, от нашего коллеги с финам.ру, в связи с сегодняшними заявлениями, пишет он, Министерство экономики и Банка Японии, стоит ли ожидать, что повторится такая же модель движения по доллар-иена, что была после сентябрьского заседания Банка Японии? Ну, вот здесь, конечно, сложно, наверное, нам будет разобраться, я попытаюсь сейчас график сразу открыть, вот, сегодняшние движения, да, вот, по крайней мере, реакции на заседания существенные, 80-10 и сразу до 79-30, почти фигура. А вот что касается сентябрьского, сейчас я тоже открою график, Миша, подожди, извини, сентябрьское заседание, да, да, резкий пролив вниз был, а потом, собственно, развернулось и иена начала ослабеть против доллара и пошло вверх. Я так понимаю, вот, именно такую модель имеет в виду, да, то есть после сегодняшнего движения резкого вниз будем мы лишь ждать движение вверх, ослабление японской иены. Вот это вопрос, ну и, на самом деле, мне хочется, чтобы ты прокомментировал, вообще, в чем дело там, почему иена растет, падает, да, что там за триллионы. Да, Банк Японии проводит ту же политику, что и другие центральные банки мира, он пытается стимулировать экономику, но, наверное, для Банка Японии очень важно это поддержать свою валюту, но поддержать ее не с точки зрения, чтобы она укреплялась, а наоборот, чтобы она снижалась, для того, чтобы поддерживать своих производителей, которые производят товары, соответственно, учитывая, что производители японские сейчас находятся не в самом лучшем состоянии, это можно посмотреть буквально топ их них компаний, как они отчитываются. Мы понимаем, что при дорогой иене маржа, именно маржа для наращивания прибыли, ее фактически нет, все компании японские работают в убыток, а конкурировать им надо, потому что конкуренция высокая, там, Китай, США, ну, и, соответственно, конкуренцию сейчас они не выдерживают, и, естественно, что японские центральные банки делают все для того, чтобы иену снизить, но, к сожалению, наверное, я скажу такой факт, что они это делают уже, интервенцию не первый раз на протяжении, наверное, я не знаю, там, нескольких лет. Они, на самом деле, самые активные, да, насколько мне кажется, и центральных банков чаще всего прибегают к этому методу. Да, но вот именно прибегание к этому методу, почему такие скачки, почему в моменте начинают именно от аналога, наоборот, не снижаться, иена укрепляться, да, потому что происходят по иене очень большие сделки корритрейт, и просто когда центральный банк Японии, допустим, делает какие-то различные интервенции, то инвесторы просто закрывают эти сделки корритрейт, и, соответственно, капитал, он возвращается обратно в Японию, и, соответственно, народ просто начинает покупать иены, допустим, если у них лежало что-то там в долларах, они доллары продают, покупают иены. На этом фоне мы видим какие-то резкие вот колебания по иене, и вот, наверное, увы для центрального банка Японии, пока они ничего позитивного именно с точки зрения своей валюты не сделали, да, пока это они, то, что делают, это не работает, это не действует, возможно, если будут еще какие-то влияния, как-то это, наконец-то, окажет воздействие на их валюту, она начнет снижаться, но пока, по крайней мере, по отношению к доллару мы видим, что никаких пока позитивных тенденций по иене нету. Я понял. Спасибо, Миша. Действительно, да, вот единственное, ну, это даже сложно назвать интервенцией, единственное, что вот они в лучшем случае добиваются, это в район 80 куда-то сдвигают, а потом опять берут, берут бразды правления спекулянты, многочисленные, соответственно, желающие купить японскую иену, и ничего пока не получается. Ну, ладно. Так вот, вероятность того, что, да, иена будет дальше падать, я так понимаю, да, из слов Миши, она минимальна, не очень это вероятно. Хорошо, продолжим наш разговор, есть вопрос следующий. Опять, Миша, возвращаемся на отечественный рынок и достаточно, ну, непопулярный, нераспространенный, что ли, бумага заинтересовала нашего слушателя. Юрий спрашивает, что творится с акциями «Разгуляя», все падают и падают, когда же дно? Вопрос философский, Юрий, я хочу вам сразу сказать, что, в принципе, когда рынки, ну, или что-то падает, да, цена падает. Я даже могу ответить. Все ищут пресловутое дно, извини, Миша, давай. Что касается… Что творится «Разгуляя»? Да, знаю я эту акцию, как и многие остальные. Ну, что я могу сказать, наверное, если вы посмотрите по графику, это такое нескончаемое снижение, нескончаемое обновление минимумов. Это, наверное, одна из немногих бумаг, которая уже давно ушла намного ниже, чем уровень падения 2008 года в момент кризиса. Что по этой бумаге я могу сказать? Ну, вы, наверное, сами все видите, что у нас фактически получается, что «Разгуляя» провел доп. эмиссию, которую, ну, там, по очень высокой цене, сейчас не помню, но цена была очень высокая, в раза три выше текущей котировки. Естественно, никто эту доп. эмиссию не выкупил. Была надежда, что ее выкупит веб, так как, в принципе, ходили слухи, что веб хочет поучаствовать в развитии компании для того, чтобы ее поднять. Даже «Разгуляй» фактически свои облигации в большей части выплатил купон, погасил, то есть многие даже не верили, что это произойдет. Но сейчас мы видим, что и облигации их не торгуются с доходностью, если я не ошибаюсь, там порядка 100 годовых. Вы сами понимаете, что если облигация с такой доходностью торгуется, это говорит о том, что в компании не все хорошо. Ну, естественно, компания, которая обложена гигантским долговыми нагрузками, поэтому какая реальная цена компании, наверное, никто не знает. Единственное, что может эту бумагу сдвинуть с мертвой точки с точки зрения обновления минимумов, это, наверное, именно вхождение какого-то сильного игрока в капитал этой компании. Но веб не будет таким? Нет, может быть, он для инвесторов в надежде, разгуляя, будет, но пока мы видим, что тишина... Просто интерес, чтобы разогреть хотя бы, да? Да, тишина, ничего не происходит, бумага падает, вполне возможно. Если будет какая-то покупка, то я думаю, что какой смысл покупать бумагу, сильно выше рыночной при текущей ситуации вообще в этой компании. Я думаю, что если и будет какой-то выкуп, то он будет приблизительно по текущим ценам. Поэтому для инвесторов, к сожалению, какого-то там счастья ждать не стоит. Вполне возможно, как любая неликвидная бумага, какая-то переоценка на конец года в сторону повышения текущих уровней, она произойдет. Но надо понимать, что фундаментальных каких-то факторов для ее роста, они просто отсутствуют. Отсутствуют. Ну, опять, да, мы возвращаемся к мысли, о которой уже озвучивали сегодня. Фундаментальных идей нет даже в разгуляе, не говоря уж обо всем остальном. Еще один вопрос, Андрей. Добрый вечер, Андрей, наш постоянный слушатель. Значит, интересует его Роснефть, ну, в том плане, что он констатирует, что она растет. Ну, я так понимаю, идея эта тоже нами уже обсуждалась. Я единственное, что хотел бы уточнить, твой взгляд на вещи, доколе, доколе Роснефть будет расти. И твое мнение интересует Андрея по Татнефти. Значит, он, собственно, оговаривается, что наблюдает эту акцию, ее немножко туда-сюда штормит. Он ищет вход на горизонт до марта 2013 года. Ну, то есть, инвестор не инвестор, но, тем не менее, горизонт в полгода более-менее уже приемлемый. Что с Роснефтью, Миш? Да, что касается Роснефти, то, действительно, пока возьмем технику, она вышла из своего коридора. И, в принципе, сейчас новый коридор, это 220-250, поэтому... То есть, 250, да, целью? Да, цель 250 на конец года, она вполне разумная. И я не раз говорил инвесторам, что Роснефть, это сейчас защитная бумага. Даже при случае сильного падения рынков, она будет, по-любому, выглядеть лучше рынка. Не дадут ей упасть, да, после известных событий. Да, естественно. Ну, здесь, если брать опять по этой же сделке, здесь возникает вопрос. Это, естественно, что Роснефть становится, ну, фактически, одной из крупнейших компаний мировой по нефтедобыче. И здесь, наверное, я бы отметил тот факт, что, что касается Роснефти, наверное, негативное, то, что долговая нагрузка сильно выросла, именно из-за покупки. В целом, Роснефть, она, наверное, перспективная компания, так как в Совет, если не ошибаюсь, директоров должно войти два представителя, именно BP, в Совет директоров в Роснефть. Поэтому перспективы там есть, ну, соответственно, все будет, опять же, зависит от рынка. Если рынок будет расти, бумага будет выглядеть хорошо. Если рынок будет падать, это будет являться как защитным активом. Цель, вот, как я и сказал, на конец года, по крайней мере, 250 рублей. По поводу... Татнефть, да. Татнефть, да, ну, знаете, Татнефть, как бумага, она, у нее там есть определенный тоже уровень, 200 рублей вокруг него, в последнее время она крутится. Ну, вот так и пишет Андрей, да. Но Татнефть, она такая бумага, очень интересная, на самом деле, она выглядит, выглядит и выглядел очень сильно выше рынка. Поэтому, наверное, на текущий момент Татнефть я бы даже не рекомендовал бы покупать. Наверное, я бы лучше обратил внимание на Сургут нефтегаз, орыгновенный, даже можно посмотреть привилегированный, несмотря на то, что вроде они тоже сильно росли. Потому что, собственно говоря, наверное, пока это одна из немногих бумаг, которые действительно тоже являются определенной защитой. У Сургута там гигантский кэш в долларах на депозите лежит. Это будет являться всегда защитой Сургут нефтегаза от потрясений, связанных с рублем. Поэтому, на мой взгляд, лучше обратить внимание все-таки на Сургут нефтегаз, который действительно имеет потенциал роста больше, чем Татнефть. Я понял. Хорошо. Ну и два слова, наверное, времени не так много осталось. У нас до следующих новостей. Интересует, Андрей, еще твое мнение по мегафону, связанной с ожидаемым IPO в этом году? — Наверное, как я инвесторов скажу, такой факт, господа инвесторы. Не участвуйте никогда в IPO российских компаний. — Ты сегодня просто суперпессимист, я смотрю. — Не, это не пессимист, это, к сожалению, это практика. Я вот не помню IPO российских компаний, которые бы разместились и показали бы доход инвесторов. Поэтому дождитесь пока разместиться. Посмотрите, как отторгутся на протяжении месяца акций. — Наверняка упадет хорошенько, а потом уже... — Да, и потом просто купите уже, когда станет все понятно, как ее реально оценивают инвесторы на текущий момент. — Резонно, резонно. Спасибо, Миша. Значит, мы сейчас вновь слушаем новости, потом продолжаем. Ну что ж, друзья мои. Да. Нет, все правда, все правда. На финал FM сухой остаток. И даже то, что меня зовут Олег Дмитриев, это тоже правда. Но дело в том, что время, к сожалению, подходит к концу. И у нас осталось последние 12 минут эфира. Также я, конечно, переживаю о ледяном дожде. Москва стала в пробках. Боже мой, Миша. Нам предстоит сегодня с тобой постоять еще в пробках. Сплошные неприятности какие-то. Боже мой. Давай поговорим о чем-нибудь хорошем. Может быть, это не совсем логично. Но в качестве предмета для разговора я хотел бы предложить грядущие выборы в Штатах. Ну, во-первых, твое мнение по этому поводу. Соответственно, в связи с этим, что мы можем увидеть на финансовых рынках. Ну, и как ты думаешь, кто там победит-то все же? Да. Здесь, наверное, два полюса. Первое. Кто-то говорит, что если выиграет Ромни, то будет все положительно. Рынки будут на этом факторе спекулятивно расти. Я, допустим, не согласен с этим фактором. Я считаю, что сама программа Ромни, она популистская. И именно с этой точки зрения она нереализуемая по большей части. Это как... Подожди, пожалуйста. Я с тобой соглашусь. Во многом она действительно популистская и поэтому нереализуемая. Но на кого он рассчитывает? Ведь он рассчитывает на крупный бизнес. Там же не сидят идиоты. Не, я согласен. Знаете, вот там есть такая у них программа, которая была еще про Рейган. Она SimpliSight называется. То есть это программа, которая ввел Рейган. То есть что он делал? Он понижал налоги. Соответственно, за счет этого он считал, что если он повышает налоги, соответственно, он провоцирует производителей больше производить, больше принимать людей на оплату. Но это было при Рейгане. Сейчас это просто работать не будет. Да. И, соответственно, я думаю... То есть даже не то, что при Рейгане, а в другой экономической действительности просто это было? Конечно, это было немножко другие времена. На текущий момент это не будет работать. И мы видим, что американский бюджет, он и так трещит просто по швам. И, соответственно, уменьшение налогов, оно, если как-то искажется позитивно, то это все равно будет в какой-то долгосрочной перспективе. Но, на мой взгляд, это позитивно совершенно... Снижение налогов это позитивно не скажется. Поэтому я считаю, что, скорее всего, на выборах победит Обама. И обратите внимание, как реагировали рынки после того, как прошел первая встреча кандидатов Обама и Ромни, когда Ромни выиграл в этой встрече, и как отреагировали рынки. Мы видим, что рынки после этого фактически начали падать в США. Поэтому, как мы видим, что инвесторы как раз американские, они, значит, настроены по отношению к Ромни и его победе не слишком позитивно. Да, потому что это все популизм. Я думаю, что выиграет Обама, выиграет с небольшим перевесом. И, на мой взгляд, как раз именно выигрыш Обамы это будет позитивно, по крайней мере, в какой-то долгосрочной перспективе именно для американской экономики, для американских рынков. Поэтому именно победа Обама, на мой взгляд, может быть, приведет к какой-то некой в начале коррекции вниз, но потом, соответственно, это все отыграется быстро вверх. Поэтому я ставлю на Обаму. И в этом случае, да, логично ждать, ну, если не президентского, то новогоднего ралли-то точно. Новогоднего ралли, да, здесь вопрос такой риторический. Обычно просто новогоднее ралли в последнее время, оно происходит там буквально за несколько дней до католического Рождества, поэтому я думаю, что в этот раз рост, скорее всего, будет. Ну, другой вопрос, с каких уровней, потому что есть вероятность, что после президентских выборов произойдет какая-то коррекция. Сильной коррекции я, опять же, не жду, но какая-то коррекция, она может произойти после какого-то 1-2-дневного именно толчка от того, кто выиграл выборы. В моменте, да, реакция. Да, а потом, наверное, какая-то коррекция, но потом, наверное, к концу года мы все-таки увидим небольшой рост, но это касаемо американских индексов. Российский рынок, он сейчас немножко торгуется сам по себе. Сам по себе, действительно, и даже, что, наверное, несколько парадоксально, он не особенно реагирует ни на цены, ни на нефть, да, ни на своих собратьев старших. Вот в связи с этим, как ты видишь сырье и связь, как-то, раскорреляться это продолжится с нашими бумагами или все-таки? Да, к сожалению, почему сейчас наш рынок сложно прогнозируемый, потому что действительно идет раскорреляция и совершенно там рост европейских индексов на процент, это не говорит о том, что, допустим, российские индексы будут расти хотя бы на полпроцента. Ну да, что логично было бы. Да, они могут просто упасть, при этом мы можем смотреть и растущую цену на нефть. Почему так происходит? Ну, давайте спросим, наверное, один из вопросов зададим ЦБ, почему это происходит. На мой взгляд, сейчас на рынке действительно сдерживается определенная ликвидность. Мы вроде как боремся с инфляцией, пытаемся бороться за счет повышения ставок, так как мы ждем еще одно повышение на 0,25% базисных пунктов в этом году. Соответственно, просто невыгодно влазить с дорогими деньгами в рискованные активы вроде акций, когда выгоднее купить облигации и там торговать на каком-то Там, кстати, неплохая доходность, да, сейчас все говорят? Да, просто можно занимать ЦБ по одной ставке и покупать облигации по другой, соответственно, ты фактически имеешь какие-то там несколько процентов, по большей части безрискового. Поэтому инвесторы и не спешат именно влезать в акции. Зачем? Когда можно зарабатывать фактически ни на чем. То есть ЦБ нарочно такую программу, такую политику ведет? Нет, ЦБ не нарочно ведет. ЦБ ведет ее из-за того, что им говорят ее так вести, для того, чтобы сдерживать инфляцию. Но мы с вами видим, что одно дело, когда мы видим инфляцию, то, что нарисовано там на сайте ЦБРФ, да, ЦБ. И тоже официально признаю, что она за 6% выйдет, за целевые уровни выйдет. Ну, на самом деле, реальная инфляция, мы с вами понимаем, совсем не 6-7%. Мы же видим, что насколько... Мы же по магазинам-то ходим, конечно. Поэтому инфляция, на мой взгляд, она в разы просто выше реальной текущей. То есть получается, что несмотря на политику ЦБРФ, она неэффективна? То есть эта программа, задача не решается? Я считаю, что... Нет, она, может быть, решается для статистики. Ну, а кому эта статистика, простите, нужна? Нет, я знаю, кому она нужна, да, но точно непростым людям. Просто сказать там по телевизору, знаете, у нас инфляция 6%, когда там ходишь, там хлеб подорожал на 15% и все остальное настолько же. Ну, для чего это делать, я не понимаю. Поэтому мы и видим, что рубль, он, в принципе, действительно стабильно пока стоит, но при текущих ценах на нефть. Что будет с рублем, когда нефть упадет, мы тоже недавно совсем видели. Так что фактически нет никакой защиты, инвесторы предпочитают какой-то доход в виде облигаций, ну, в основном крупные. А мелкие вот пытаются спекулировать, и я думаю, что у них это тоже не самым лучшим образом сейчас получается. Да, да, не весело все в наших пенатах. Хорошо, ну, более детально о ценах на нефть. Все-таки, ну, бренд так туда-сюда ходит, ну, в районе 110, да, то есть критический уровень. Ну, не критический, а пограничный. Мы называли летом еще 100 долларов, вот до него еще далеко. Как ты думаешь, во-первых, по какой причине, да, столь высокая цена на нефть, относительно высокая, и насколько долго это продлится? Да, ну, во-первых, я не считаю, что цена на нефть высокая. Наверное, сейчас многие будут со мной не согласны, смеяться, как же так, посмотрите на хаях. 110, да. Да, не забывайте, что у нас, скорее всего, грядет на носу этот очередной конфликт с Ираном. Я думаю, что сейчас от этого конфликта останавливаются президентские выборы США. Как только они закончатся, в следующем году, скорее всего, будет эскалация, и вполне возможно, это начнется через Израиль. Какая-то будет провокация для того, чтобы вот этот конфликт, соответственно, разрезся. Поэтому я думаю, что цены на нефть, они на текущий момент сильно не упадут, и, скорее всего, даже у них есть громадный потенциал роста, именно спекулятивный, для того, чтобы там надуть пузырь, именно надуть пузырь под вот эту саму операцию, и потом этот пузырь, естественно, так же сильно сдуется, как и надуется. Но я пока потенциала именно падения цены на нефть при текущей ситуации, вообще геополитической, я не вижу, считаю, что текущая цена на нефть, она справедлива, как минимум, ну, в случае нарастания конфликта на Востоке, она будет еще выше. Ну, хорошо, ты говоришь о том, что бог с ним, справедлива и не справедлива, но то, что видим, то видим. Ну, как минимум, стабильная она, да, в пределах там нескольких долларов, продержится до конца года все же, да? До конца года продержится, естественно, это позитивно для фондового рынка России, и мы видим, что, скорее всего, бюджет при текущей цене на нефть, он будет фактически в ноль сведен, что, наверное, с какой-то точки зрения позитивно, потому что все ждали дефицита из-за того, что нефть тогда вот в середине года сильно припала, но мы видим, что бюджет сведется в ноль, это позитивно. Ну, для нашего фондового рынка, я уже, опять же, сказал, нет ликвидности, что касается нерезидентов, то нерезиденты действительно сильно побаиваются, и если вы читаете различную финансовую информацию, вы видите, что фонды, которые работали в России, ориентированы на акции, там, по 10, 12, 15 лет, они все закрываются и уходят отсюда, и все различные экономисты, именно мировые по поводу России говорят, что экономика России, она будет замедляться. Соответственно, это не дает какой-то позитивный тон для инвесторов, чтобы сюда вкладывать деньги, ну и плюс, конечно же, такой, так называемый, мы не будем выдаваться, что это такой, я думаю, что инвестор, сами понимают, инвестиционный климат, он тоже не на самом лучшем уровне. Соответственно, вот вкупе все вот эти факторы приводят к тому, что пока деньги сюда не идут, но из позитива отмечу, что любая небольшая сумма может этот рынок сдвинуть как сильно вверх, так и сильно вниз. Это да, это забавно. Миш, ну тем не менее, смотри, вот все, что ты говоришь, я с тобой во многом согласен, естественно, но тем не менее, я позволю себе напомнить, себе, слушателям, ну тебе в последнюю очередь ты об этом помнишь, что ты директор департамента торговых операций инвестиционной компании. Чем же ты занимаешься на таком рынке так-то? Извини, конечно, уже, откровенный вопрос. Я думаю, что если вы спросите, то у любого сейчас специалиста, который работает в этой отрасли, он вам скажет, что времена для брокерского бизнеса, для бизнеса управления капиталом, они в России не самые лучшие. И, соответственно, естественно, что работа есть всегда, и всегда есть возможность какое-то привлечение клиентов. Ну, опять же, мы понимаем, что как это было, допустим, вот в 2009 году, когда рынок пошел вверх, и как это сейчас. Не вспоминаем 2000-е, да, начало 2000-е. Да, разница просто там в большие разы. И, ну, просто одно дело, когда у вас идет, скажем так, полгода падения, полгода роста, все восстанавливается. Другое дело, когда у вас идет два года фактически такого медленного падения, где постепенно инвесторы, вот как я и говорил, как лас, они просто вымирают. Я понял. Миша, спасибо тебе огромное. Напомню, в гостях Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций, институт компании «Максвелл Капитал». Надеюсь, все будет хорошо. Мы оптимисты, оптимисты. Небольшой анонс. Доклад о политическом кризисе в России представил на днях Центр стратегических разработок. Мрачные в кавычках настроения документа объяснит сразу после выпуска новостей президент ЦСР Михаил Дмитриев. Подключайтесь к разговору. А я Олег Дмитриев. Благодарю Михаила Молодова. А вам, уважаемые коллеги-слушатели, напоминаю, все будет хорошо. Верьте в это. Успехов на рынке. До свидания. До свидания.